Смотрите прямо сейчас. Откройте коррупция. Чистка или поиск крайних, высших эшелонах власти. Взорванные города. Кто терактами раскачивает Украину? И тех ли бомбистов берет СБУ? Будут еще теракты, безусловно. Кому выгодно держать страну в страхе? Януковича нет, но схемы остались. Каждый пятый литр бензина в стране подделка. Мы проверим, чем разбавляют топливо на самых популярных отечественных АЗС. Выключим камеру. Выключите камеру. Их не ждали живыми. Восемь месяцев разлуки. Мамочка! Юго-Восточный экспресс из Тонбасского дневника Андрея Лоща. Факты и судьбы прямо сейчас. Подробности в неделе. Вечер добрый. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. В этом части очень советую, не пропустите специальное расследование программы. Что нам с вами продают вместо бензина? И почему каждый пятый литр топлива в стране подделка? Расскажем и покажем. Конечно же поговорим о коррупции. Ну а начнем с темы, которая очень многих на этой неделе заставила поволноваться. Теракты. На этой неделе снова звучали взрывы. В Харькове и даже в Киеве. В Днепропетровске и в самой столице еще два теракта удалось предотвратить. Хватало и сигналов о ложном минировании, чтобы постоянно держать в напряжении взрывотехников и силовиков. Ну вы сами помните, взрывы продолжаются уже полгода. Первые прозвучали еще прошлой осенью. В Харькове и Одессе из тех пор было сделано множество заявлений. Мол обнаружены, обезврежены, задержаны. Ну вот, к примеру, по одесским событиям СБУ рапортует, это, мол, местные коммунисты вместо капитала Маркса взяли в руки тротил. Но вопросы, вопросы по-прежнему остаются. Давайте откровенно, никто из нас до сих пор не знает, кто и зачем взрывают Украину. И не взорвется ли завтра подъезд нашего дома. Руслан Смещук об этом. Ну понятно. Понедельник, 30 марта, Харьковская область. Неподалеку от ЖД-станции Основа, неизвестные, подрывают цистерну с армейской соляркой. Пожежи не было. Стався лише витек диспалива. Постраждалих нема, как я уже сказала. Пошкоджено лише саму цистерну. Вторник, 31 марта, пригород Днепропетровска. Между станциями Самаровка и Новомосковск железнодорожниками найдена тротиловая шашка и самодельный взрывной механизм с детонатором. Адская машина по какой-то причине не сработала. Среда, 1 апреля, Одесса. Сотрудники СБУ задерживают троих человек, которых подозревают в проведении 12 терактов. В Службе безопасности Украины особо подчеркивают, все арестованные – коммунисты. Один безусловно был в партийной структуре одного из районов Одессы. Два других были его друзьями и публичностями, которые вместе проходили учебные. Четверг, 2 апреля, Киев. Ранним утром у отделения Сбербанка России на улице Барщаковской гремит взрыв. И снова обходится без пострадавших. Бахнуло хорошо, но я думал со стороны Жулян где-то. А у нас двор и отголосок просто дал, так хорошо дал. Ну и все, все, все. В тот же день в Киеве, но уже в другом отделении Сбербанка, саперы обезбреживают самодельную бомбу. Через несколько часов работники еще одного киевского отделения Сбербанка сообщают о подозрительном предмете на крыльце. Ложная тревога, просто сверток газеты. К вечеру на путь дежурного по городу поступают подряд три сообщения о заминированных торговых центрах столицы. Мы работали по громкой связи, передали всем эвакуироваться, выйти. Посетители и все рабочие. В Киеве начинается паника. Раскачивание ситуации, борьба элит, российский след, отвлекающий от чего-то или кого-то маневр. Если бомбы взрываются, значит это кому-нибудь нужно. Из Харькова конкурировала, условно говоря, группа «Приват», группа «Народного фронта» и как минимум группа «Кернеса Добкина». И безусловно, эта конкуренция между ними жесткая, даже жестокая моментами. Она может тоже приводить к таким вещам. В Одессе мы наблюдаем схожий процесс, на самом деле. Там есть и влияние «Привата», там есть и влияние непосредственно и одесских кланов, и безусловно, желание центральной власти тоже контролировать ситуацию. Большинство совершенных терактов направлены на запугивание, а не на массовое убийство или разрушение инфраструктуры, как, например, на Ближнем Востоке. Внутренние игроки, именно те, которые выгодно сейчас нагнетать ситуацию, покажут, что постоянно есть теракты, что именно востребован силовой компонент, чтобы именно получать новые полномочия. Страну явно взрывает не одна, а несколько групп, среди которых есть и профессионалы, и дилетанты. Это ярко иллюстрирует теракты с жертвами в Харькове и Одессе, где группы с разными политическими взглядами уже откровенно мстят друг другу. Эти люди мотивированы. Это Владислав Сердюк, в прошлом опытный одесский оперативник, предупреждает, бездействие власти приведет к суду линча. Такое прощать нельзя, а поскольку власть не собирается разбираться объективно в этой ситуации, то они, конечно же, высказывали намерение своими силами наказать виновных, по их мнению, виновных в смерти своих близких родственников. Самое печальное в этой ситуации, еще ни один заказчик взрыва не оказался за решеткой. И это, безусловно, позволит либо записывать в бомбисты всех неугодных, либо продолжать раскачивание страны. Гуслан Смещук, Андрей Кузнецов, подробности недели, телеканал Интер. Почему в украинских городах происходят взрывы, но самое главное, кто за ними стоит? Давайте разберемся, разберемся прямо сейчас. К нам гость подъехал Дмитрий Владимирович Диригин. Вечер добрый. Представлю, чтобы вы просто понимали, кто у нас в студии. Человек, который служил в советской армии сапером еще 32 года назад, прошел не одну войну, вот теперь учебники пишут, по которым и армию разведчиков готовят. Ваше мнение, можно вообще по почерку понять, кто стоит за этими взрывами? Профессионалы или любители? Скорее профессионалы. Любители могут принимать участие, но, скажем так, они или направляются профессионалами, или же взаимодействуют как-то с профессионалами, но скорее почерк профессиональный. Кто-то местный или россияне? Если бы был один город, и были бы взрывы без жертв, я бы подумал, что местный. По той причине, подумал, местный человек боится жертв, потому что все-таки он здесь живет, знаете, и все свои же, и так далее, и тому подобное. Поскольку взрывы с одинаковым почерком в разных городах, то мне кажется, это, ну, скажем так, следы какого-то управления, кто-то этим процессом управляет. Организовать взрыв, который имеет достаточно большой поражающий эффект, и при этом избежать жертв, это гораздо сложнее, чем организовать просто взрыв в непонятном месте и непонятное время. Давайте по порядку разберемся. То, что были взрывы, в основном, многие взрывы происходили ночью, были без жертв. О чем это свидетельствует? Вот что они пытались продемонстрировать? Запугивание. Это, скажем так, запугивание о том, что в любой момент мы можем произвести теракт, когда хотим, где хотим и как хотим. То есть фактически это предупреждение. Скажите, а почему так сложно и почему в принципе сложно поймать подрывников? Террористы, они хорошо ознакомлены с местными условиями. Они готовят достаточно профессиональные взрывные устройства. Но они их маскируют в обычные вещи. У нас не было войны очень много лет. Люди не смотрят на то, что брошена сумка, брошено строительное ведро. В штукатурке просто брошенное лежит. Кто обратит на него внимание? Банка с краской просто брошенная лежит. Кто обратил внимание? Это может быть взрывное устройство. То есть могут использоваться тротиловые шашки, к примеру. Вот одна такая шашка, вот эта шашка 400 грамм. То есть если у нее не будет осколков, то радиус его поражения, ну опасного поражения на открытой местности порядка 20 метров. Скажите, для этого нужно иметь доступ к армейским каким-то ресурсам? Или можно просто где-то на рынке купить? Думаю, скорее всего использованы материалы из армейских складок, которые находятся в Украине, а взрывчатых веществ на армейских складах и мин на армейских складах. Огромнейшее количество. Ну то есть если десяток там пропал где-то со склада, особо никто и не заметит? Тем более в стране ведутся военных действий. Никто не заметит. Скажите, то, что большинство терактов были без жертв, но потом появились, к сожалению, появились жертвы. О чем это свидетельствует? Это их ошибка? Это их сознательное решение? Это другие люди, которые действовали по другой схеме? Нет, это четко было сделано. То есть сначала собака гавкала, потом укусила. То есть чтобы не создавалось мнение, что это, знаете, как говоришь, собака, которая гавкает, она не кусает. Да, да. Чтобы не создавалось мнение, и был подобран такой момент, годовщина Майдана, то есть шествие в Харькове, подорвали осколочное взрывное устройство. То есть вот я вот еще раз повторюсь. Вот без осколков 20 метров, с осколками стол. Вот простое соотношение. То есть если я сделал взрывное устройство, установил его куда-то, 20 метров это будет опасная зона вокруг него. Если я его обмотаю гвоздями, шариками, роликами, болтиками, гаечками, то опасная зона будет 100 метров. Скажите, вот если бы вы возглавляли следственную группу, которая искала бы этих подрывников, и вам нужно было поставить задачу коллегам, подчиненным, вот словесный портрет дать, кто это взрывает? Вот что бы вы сказали? Сказал, что группа, которая ставит взрывное устройство, не менее трех человек, еще два-три человека находятся в разведке в городе. То есть фактически это стандартная диверсионная группа пять человек. В свое время была такая подготовка, называлась, я ее проходил, называлась офицер спецрезерва КГБ. Это комитет государственной безопасности готовил офицеров на случай особого периода. То есть если страна вступала бы в войну, и страну оккупировали, то эти офицеры расконсервировались. То есть, ну, в таком фигуральном выражении, такое есть выражение, создавали бы не партизанские отряды, они бы вскрывали бы тайники с подготовленным заранее оружием, взрывчатыми веществами и так далее. Возможно, кто-то из подобных подготовленных людей занимается этим. Спасибо за ваш рассказ, спасибо, что были в студии. Еще одна громкая тема минувших семи дней. На этой неделе слово «коррупция» в новостях звучало чаще всего. Ну, согласитесь, даже о ситуации на фронте мы с вами говорили куда меньше, чем об очередных громких арестах. Шуму они наделали много, вот только чем закончатся эти скандальные истории, дойдут ли до суда. Вот только некоторые скандалы недели. Началось все со скандалов ГАИ. У начальника столичной автоинспекции его зама провели обыски. Дома и на работе нашли 3 миллиона гривен, электричества драгоценностей и огнестрельное оружие. Главный гаишник столицы сбежал в Беларусь. Его зама арестовали, суд установил сумму залога и немалую – 10 миллионов гривен. На следующий день уволили и начальника ГАИ всей Украины Анатолия Сиренко. Он немногим более года обосновлял госинспекцию. Назначал его уже новый министр Арсен Аваков. Он же теперь заявил на заседание правительства. Мол, ГАИ вся система прогнила. Следующий удар по аэропорту Борисполь. Открыто уголовное дело, мол, только за прошлый год руководство украло 7 миллионов гривен. Треть своей прибыли аэропорт должен был отдавать государству. Но в отчетах рисовал одни убытки. А значит, и в госбюджет не перечислил ни копейки. Теперь руководство Борисполя обвиняет и за употребление служебным положением, и в присвоении госимущества. Вот только в аэропорту нам сегодня сказали – все, начальство по-прежнему на работе, никто не отстранен. Накануне снова сообщение с пометкой «Срочно». МВД объявило в розыск сына бывшего украинского премьера Алексея Азарова. Подозревают в получении взяток на общую сумму 7 миллионов 700 тысяч евро, 600 тысяч швейцарских франков и 500 тысяч долларов. От кого именно – не разглашают. На сайте МВД фотография сына чиновника теперь рядом с портретом его отца. Там же указано, что в последний раз Алексея Азарова видели 20 февраля прошлого года в Харькове. Что удивительно, все это время Азарова-младшего в Украине не искали. Брюссель оказался ответственнее Киева. Нес его в черный список. А вот автора громких заявлений о многомиллиардных хищениях в правительстве, главу Госфининспекции Николая Гордиенко вчера уволили, обвинив в служебной халатности. Якобы за год работы чиновник не выполнил большинство поручений премьера. А если и выполнил, то формально. Сам Гордиенко слег с сердечным приступом. Он сейчас в больнице. Даже к операции врачи готовят. По телефону сказал подробностям недели. Уволили его, чтобы отомстить. А вот фигурант от громкого скандала прошлой недели, бывшего главу госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Сергея Бачковского и его зама Василия Стоецкого. Ну, наверняка все вы помните эту историю. По телевизору, в Ютьюбе были эти кадры, когда их арестовывают в Кавмине. Так вот, их сейчас выпустили. Выпустили из СИЗО под залог. За каждого внесли более миллиона гривен. Это уже не первая история, когда громкие обвинения заканчиваются тем, что фигуранты этих дел залог платят и выходят на свободу. Ну, помните хотя бы историю того же ректора-взяточника из налоговой академии Петромельника? Деньги внес, и быв таков. И вот глава государства Петр Порошенко инициировал новый законопроект. Призвал депутатов отменить залог для коррупционеров. Ожидается, что парламент проголосует за это уже на следующей неделе. Олег Текнибок подъехал в нашу студию. И вот только что буквально. Пан Улажа, проходьте, будь ласка. А я поясню зрителям, почему мы вас пригласили. Вечер добрый. Дякую, что приехали. Добрый вечер. Вчера Олег Текнибок призвал всех прийти на пикет в этот вторник с ценой Верховной Рады. Мол, нужно поддержать идею создания следовательной комиссии по тем обвинениям, с которыми выступил уже уволенный глава Госфининспекции Николай Градзиенко. Пан Улажа, а ваш прогноз, чи створять таку комиссию і чим закінчиться взагалі цей скандал? Бо ми б говорили про це, ці слова прозвучали просто в нашій студії. Тут був керівник Держфінинспекції і він сказав про порушення на 7,5 млрд грн. Величезна сума. Це все залежить від політичної воли українського парламенту. Адже там створена коаліція, більшість, більше 300 голосів. Президент і президентська партія входить в цю коаліцію. Раз була запропонована і ініційована такий законопроект щодо боротьби з корупцією, щодо скасування застави для корупціонерів, для тих, які проходять по корупції, а також тих, які проходять по тяжких злочинах, ну то очевидно цей парламент мав би за це проголосувати. І аналогічно цей парламент, який має сьогодні коаліцію більше 300 голосів, мав би, звісно, щоб підтримати створення тимчасової слідчої комісії щодо тих просто фантастичних звинувачень теперішнього уряду, колишнім керівником Держфінінспекції, на суму більше 7,5 мільярдів гривень. Більше того, я би хотів сказати, що в даній ситуації, знаєте, складається таке враження, в мене зразу, що є багато дуже показових речей. Чомусь цілий рік не було такої активності в боротьбі з корупцією, а тут після заяви зразу Гордієнка, ми бачимо один арешт, другий арешт, третій арешт, а ще й показовий арешт під камери. Ну і що ж арештували Бучковського під камерами? Як він вже за заставу десь більше мільйона, що для нього, напевно, не є проблемою зовсім, він вже вийшов. Чому так сталося? Я хотів вас якраз про це запитати. Дивіться, у всіх був дуже величезний запит на боротьбу з корупцією, але зараз іноді складається враження, що там дуже багато піару. А я вам поясню. Знаєте, це так виглядає, як щур, такий досвідчений щур, який загнаний в кут і попадає в капкан, він собі ногу відгрязає. І от в мене складається точно таке саме враження, що зараз уряд, рятуючи себе, свою репутацію, вони таким самим чином, бажаючи уникнути від звинувачень в корупції, вони таким самим чином ніби роблять показові кроки щодо боротьби з корупцією. Я вам просто хочу нагадати, що в листопаді минулого року наш депутат-свободівець, тоді Павло Кириленко з Одеси, він надіслав депутатський запит в уряд і безпосередньо міністру внутрішніх справ Авакову, де дуже детально розписав усі зловживання Бучковського, за які він зараз був заарештован. Так що цікаво, що йому прийшла відповідь від заступника міністра внутрішніх справ пана Чоботаря, який, до речі, зараз є фігурантом ще одного скандалу в Міністерстві внутрішніх справ, що все в порядку, що Бучковський чуть чи не святий. Ніяких звинувачень немає. Тобто в листопаді Свобода подає запит на Бучковського і вказує конкретні факти зловживань, в тому числі в Одеській області, його обілюють, а тепер, бачите, чимось там неугодний, і для того, щоб себе прикрити, така показова боротьба з корупцією. Отже, ввідторок, не гнівайтеся, ввідторок, люди мають прийти під парламент, щоб тиснути на законодавця, щоб він таки проголосував створення тої тимчасової слідчої комісії. Тоді в цій ситуації всі високопосадовці, які зараз звинувачуються в корупції, праві вони чи не праві, але вони повинні подати не у відставку, а бути відстороненими на час дії роботи прокуратури, а також тимчасової слідчої комісії. Ми в іншій ситуації зараз, треба всім це зрозуміти. Знаєте, зараз уряд працює нібито обличчя і декларації інші, але працюють вони за старою ще схемою, Януковичівською схемою. Майдан говорив зовсім інше. Ми з тими людьми, я з тими людьми, стояв на сцені Майдану, і вони декларували зовсім інші принципи. Ви мені скажіть, що робити з цим? Дійсно, є таке враження, що це рекламна кампанія. Чи не завершиться це все пшиком? Що робити з цим? Має бути миттєва реакція. А. Парламенту. Б. Української громади. Громада не повинна сидіти і мовчати. Ви розумієте, вони навіть, скажімо, для того, щоб приховати свої зловживання в корупції, вони навіть роблять кроки підвищення, наприклад, тарифів на газ і на електроенергію, щоб народ в голові переживав за те, що він не має за що заплатити за газ, за світло, що зараз опустіли навіть продуктові магазини, тому що люди не мають можливості реально просто що-небудь купити собі найнеобхіднішого, щоб думали про то, як вижити, а не про то, як боротися проти чиновника, який на Майдані декларував одні цінності, а зараз фактично він зраджує Майдан. Олег, тягне боку на студії. Ви згадали тему продуктову. Ви знаєте, у нас є сюжет «Винмаф і ти в другій годині». Я просто хочу нашу режиссерську групу попросити, якщо є можливість, просто к слову пришлося. Давайте зараз його покажем. Діло в тому, що в наших супермаркетах вже можна увидеть людей, які не то, щоб товар вибирають, а просто на ценники смотрюють. Ну і вправду, можна іногда просто горько посмеяться, глядя на цифри на ценниках, меніються вони кожну неделю, і саме прості покупки просто опустошають. І кармання, і кошелек. І вот на цій неділе возник скандал. Вияснилось, що під данним антимонопольного комітету порядка 30%, а можливо більше. Вот тільки задумайтесь. Треть ціни – це просто сговор супермаркетів. Вони договорились между собой, щоб заработати більше, зависти ціни і винути ціни у нас з карманов. Елена Механик розбиралась в цій ситуації. Ми побували в нескольких супермаркетах столицы, і везде ціни на продукти, які традиційно вступають, як неприкосновенний запас, фактично одинакові. Дорого і дуже дорого. Перше, що приходить в голову, коли смотриш на ценники в продуктових магазинах. Разліт цен за литр прозного масла – от 27 гривень за литр і до 36 гривень. Один кілограм гречки – 28 гривень. А гречка, яка по 22 гривні за кілограм, почти розкуплена. Українські продукти сильно подорожали. Вони ж куплені не за долари, а вирощені в нас на Україні. А чому така ціна? Щоб гречка стоила 30 гривень. Раніше можна було піти в супермаркет і на 200 гривень купити на цілий місяць їжі. То зараз 200 гривень, якщо в кармані є, так навіть не заходити в магазин, тому що ти нічого не купиш у ньому. На 200 гривень. Катерина Івановна нашла альтернативу супермаркетам. Завела небольшое хозяйство. А тут в мене козочки маленькі. Три мальчика маленьких і три дівочки маленьких. Магазину молока взагалі не покупаю. П'ють домашні. Якщо навіть немає, то не купаю. А чому? Дорого? І дорого. Антимонопольний комітет проаналізував цінову політику 13-ти крупніших торгових сітей і зробив вивод – дело нечисто. Ми виявили відповідні механізми, які приводять до постійного завищення цін на рівні 20-30%. Ми вважаємо достатні наявність доказів, які свідчать про вчинення антиконкурентних зорожних дій. Так на які ж продукти необоснованно завишені ціни? Делаємо контрольну закупку. Ми купили набор продуктів длительного хранення. Іменно этим запасались люди впроху. А ввремя ажіотажів – це все на килограмм. Сахар, постне масло, соль, макарони, гречка, рис і мука. В итоге потратили 145 гривень. Все эти продукты украинського производства. І все вони сильно подорожали во время продовольственной паніки. А некоторые даже после. Те, як вдалося нагріти своє кишене на паніці, яка відбувалася на ринку, це треба вміти. В цій ситуації постраждали не тільки покупці товарів в магазинах, а й постраждали виробники цих товарів, тому що вони точно не встигали змінювати так ціни на ці товари, які вони постачали вже в супермаркетах. Но пока управи на супермаркетах нет. Єсь тільки рекомендації від антимонопольного комитету і совіт від експерта. Ви ж погоджуєтесь купувати це по 7 гривень, замість 5, яку ви платили два місяці тому. Ви купуєте? Ви що, разкупили? Не купуйте. Владимир почти научился обходитися без магазинов. Якщо і вибирається, то тільки за самим необхідним. Купую основно хліб. Хліб коли масло. Як нормальна ковбаса, то я не знаю, за 100 гривень стоїть, в роби її купити та ціна. Якщо по цінах взяти, то я не куплю нормальну продукцію, тому що це дорого для мене. Є по карману. Вместо походу в супермаркет – утренній обход. Це курчатка маленький, третій день сьогодні їм. Це квочка сидить на яйцах, там гуська сидить на яйцах, там міндичка сидить на яйцах. Родичам даю, сам їм. Вас буду пригощати свеженькими домашніми. А Катя даже із квартири виходити не надо. Київлянка розбила огород прямо на балконі. Тут різні культури – капуста, перець, дірей. Я, звичайно, вирощую квіти на росаду, а цього року, думаю, попробую щось таке, що можна з'їсти. Смачне, корисне. Ціни в магазинах лякають. Можна буде попроситися на прибудинкову територію, думаю, як дозволить. А тут можна буде потім посадити капусту, баклажан, мурку. Ну або сюди тут взагалі нічого не росте. Елена Механик, Наталья Неделька, Александр Данилов. Подробності недели, телеканал «Интер». Ну і вот, що саме чудовіне в цій ситуації, ми зв'язалися з контролююючими органами, в тому числі з антимонопольним комітетом, я лично розмовіривав, і там підтвердили, що мінімум на 30% крупніші торгові сети завысили тарифи, завысили ціни, зговорились між собою, щоб у когось не було дешевле, не пошли, не купили у конкурентів. Торговим сетям далі указання, ціни снизить, снизить до уровня февраля, ну, самі сходіть в магазин, посмотрите, нічого не подешевіло. Пане Олеже, а з цим що робити? Дивіться, ну є і там зовнішній ворог, все зрозуміло, треба боротися, а тут, ну, у людей грошей немає. Тут ціла низка факторів. Перше, те, що зараз ви говорите, те, що показали в репортажі, це називається картельна змова. Дійсно, змовилися олігархи, чи ті, що під олігархами, які, власне, контролюють оцей ринок маркетів, і, відповідно, вони встановили ціни, нібито, виходячи з підняття долара по відношенню до гривні там майже під 40, а зараз чомусь вже забувають його опускати донизу. Більше того, ви говорите про антимонопольний комітет, в мене питання до уряду, чому до цього часу зволікає це питання з призначенням голови антимонопольного комітету. Відповідно, він працює неефективно, якби він мав працювати. Ще один момент. Мовляв, скидають то на то, що піднялися ціни на паливо-мастильні матеріали. А в мене питання, а чи обґрунтовано вони піднялися? Абсолютно не обґрунтовано піднялися. Більше того, зараз є абсолютно очевидні факти прикривання власників структур, які контролюють паливо-мастильний ринок знову ж таки через уряд. І це є абсолютно неприпустимо. Більше того, ще один фактор про те, що говорилося, що переважно піднялися ціни на товари українського виробництва. До речі, відсоток вартості пального в ціні українського товару є дуже невеликий. Тому, якщо би і мало відбуватися підняття у зв'язку з підняттям цін на пальне, то воно би мало бути дуже незначне. Десь там на Виївчені виростали, спакували, привезлися. Так, так. Але навіть в українських продуктах той відсоток є дуже невеликий. Але в цій ситуації це насправді йдеться про те, що треба ліквідувати приватні монополії. І фракція Свободи, група Свободи в парламенті, ще з минулого скликання ми подавали цей законопроект. Чомусь наші партнери тоді закривали на це очі. Зараз наші депутати знову таки його зареєстрували. І цей парламент вимушений це зробити. Закон про ліквідацію приватних монополій і олігополій. Більше того, треба тут шукати причину в основах. А основи є які? На Майдані декларувалося, що будемо боротися з олігархами, буде де олігархізація, а насправді олігархам сьогодні зелене світло, а навпаки останню кров п'ють з простих мешканців. Це дуже важливо. Є місцеві вибори, на яких можуть розставити якісь акценти, якісь крапки надію. Виборці можуть свої вибори. Що я таке чую, що ті місцеві вибори хочуть переносити. Хоча насправді вимога Майдану була чітка і конкретна. Про те, що мають відбутися повне перезавантаження влади і вибори президента, і вибори парламенту, і вибори місцевих органів влади. Більше того, оці всі п'ять фракцій, які сьогодні встановлять коаліцію, які себе били в груди, на Майдані вирищали і перед виборами кричали, що вони ухвалять закон про пропорційну систему за відкритими списками, щоб йшли зовсім інші можливості проведення виборів, щоб не було фальсифікацій і маніпуляцій, як це постійно у нас відбувається. Де цей законопроект? Скільки вже часу пройшло? П'ять місяців? До речі, ця коаліція виконала тільки 5% своїх обіцянок і оцієї коаліційної угоди. Це є брехня, це є фальш, це є знущання над людьми, це є доведення людей довідчою. І мені найцікавіше просто постає питання. Вони не бояться, що рано чи пізно люди візьмуть вила, і як вчора Януковича вони їх будуть виносити. У мене таке враження, що вони в якомусь космосі зараз живуть. Той уряд і цей теперішній парламент. Дякую, що були в нашій студії. І дійсно будемо слідкувати за тим, що відбуватиметься у вівторок. А наразі вівторок приходять люди добрі на пікетки. Я не особливо. Потрібно парламенту чітко сказати наші вимоги щодо боротьби з корупцією, щодо підняття цін на товари першої необхідності, в тому числі харчі, і щодо необґрунтованого, економічно необґрунтованого підняття тарифів на газ і електроенергії. Це буде індикатор. І по картинці навіть по настрою людей побачимо, що люди думають. Дякую, що прийшли. Слава Україні, товарист. Дякую, що прийшли. Ну, конечно, да, бензин по-прежнему дорожає. Що саме удивительне, по словам експертов, эти бешеные суммы мы с вами в половине случаев платим за фальсификат, а попросту говоря, за подделки. Схема простая, я вот просто на очень простом примере вам разъясню. У меня в руках канистра 80-го бензина, самого низкокачественного і дешевого. І є нам принесли в студію две недорогі присадки. Смешуємо вот эти вот химикаты. Вливаємо в канистру. Напомню, у мене 80-й бензин был здесь. Ну, і вот, смотрите, ловкость рук і ніякого мошенничества, як говорили в известному фільме. Я только на этой операции в считанные минуты заработал більше 100 гривень. Только потому, что 80-й бензин, вот путем такой нехитрой махинации, превратился в бензин премиум-класса, за которого мы платим огромные деньги. Об этих черных схемах – специальное расследование программы. Мы проверим, чем разбавляют топливо на самых популярных отечественных АЗС. 95-й. 95-й. 95-й обычно. Если в этом бензине окажутся нехарактерные примеси, вы их увидите? Обязательно. Восходят анкела, они выгружают здесь нефть, а потом нефть разводится здесь по району. Здравствуйте, що це за телевидение? Выключимо камеру. Выключимо бензин. Выключите камеру. Наш бензовоз заправили на одной из нефтебас под Киевом. Мы сейчас следуем за ним. Здесь мы выложили только часть тех узлов и агрегатов, которые страдают от некачественного топлива. В процессе езды может произойти авария с таким бензином. Итак, специальное расследование программы. Наши корреспонденты проводили его всю неделю. И для того, чтобы вы узнали правду, обратились не просто к экспертам, не просто в лабораторию, а в Украинский институт судебных экспертиз. Да-да, к тем самым авторитетным экспертам, которые дают свои выводы, выводы, которые потом и в судебных процессах используются. И буквально через несколько минут мы с вами, я вот тоже этих результатов еще не видел, узнаем, а какой все-таки бензин в Украине, подделка, где нас обманывают. Только что гость подъехал. Проходите, пожалуйста, обсудим вместе Игорь Моллер, автомобильный эксперт, автомобильный журналист. Добрый вечер. Рад вам, добрый вечер. Скажите, а вот вы слышали об этих схемах, о схемах, о которых мы сегодня будем говорить? И вы часто сталкиваетесь с тем, что заправились, а ехать невозможно, что подделка? Про схемы я слышал давно, практически на них вырос. Вернее, вот в советский период дикого накопления капитала, как делались деньги на бензине? В бензин добавляли воду, а в воде микробы. Поэтому уголовная статья сразу. Сейчас добавляют тетанол, бензонол, да, то есть чистящие средства, и это сразу Форбс. Чувствуете разницу? Ага, то есть там была афера, тут бизнес. Да. Я добавлял все что угодно, вернее, заливал свой Додж, свой Астон Мартин, все что угодно, потому что интересно было, значит, поэкспериментировать. Поплатился и машиной, которая стоит, бог его знает, сколько денег, и сделал капиталку Доджу. Поэтому никому не рекомендую бодяжить, смешивать, заправлять 95-й, и я сэкономлю еще немножечко денег, но подниму октановое число 98-м. Товарищи, хлопья в баке, как минимум топливная группа с замена, возможно, даже инжектор, если это французская машина, в полную замену, это как минимум 300 евро. Наш народ должен усвоить правило. Тупой платит дважды, скупой платит трижды, а лох, лох и казашки. Да вы знаете, вряд ли кто-то, вряд ли так много тех водителей, которые сами бодяжат. Проблема-то в том, насколько я понимаю, что на самих заправках. Когда мы заправляемся там этим знаменитым, разрекламированным, высококачественным бензином, никто не знает, что на самом деле мы залили в бак. На самом деле бензин – это такая же разница, как между растворимым кофе и настоящим. Бензин – это коктейль. То есть 50% там вполне может оказаться этанол или бензонол. Этанол – это чисто спирт, главное, чтобы горело. А бензонол – это фракция попутная от производства бензина. Если горит, если не отличается, то, пожалуйста, будет дыметь. Другое дело, что мы отравляем окружающую среду, и, понятно, никакие нормы евро-5, евро-6, нас никогда не возьмут в Европу, если у нас другие нормы, не говоря уже про дороги. И, конечно же, это ремонт. То есть человек платит за это из своего кармана на ремонте, на обслуживание топливной группы. К сожалению, отличить плохой бензин от хорошего потребитель не может. Только по цене. Если вы едете и ищете, где подешевле, то, поверьте, вы найдете себе проблему. Наши эксперты это сделали, буквально через минуту-другую мы сюжет увидим. Сможем увидеть, сможем с вами прокомментировать. Но скажите, а насколько вообще это серьезный масштаб этой аферы? Вот это, допустим, какая-то заправка одна махлюет? Потому что то, что я видел в прессе, когда эксперты смотрели, сколько на нефтебазу заходит нефтепродуктов, сколько выходит бензина, и как бы бензина выходит намного больше, чем зашло. Это тренд. Это тренд, так было всегда, и надеюсь, мы это как-то общими усилиями можем изменить. Потому что как только бедный человек попадает во власть, он сразу становится богатым. Власть у нас волшебная. Она дает вот это вот ощущение, и, конечно, потолочек смещается. Как только богатый человек приходит во власть, он становится супербогатым и начинает мыслить абстрактно. Какие люди, какие цены, какие человеческие проблемы. Главное, что это обогащение, причем это миллиарды в день. Помните, как анекдот был про сотрудника ОВД, который сказал, ну, дайте мне пистолет зарплату платить не надо, так что, получается, дайте мне заправку, и больше ничего не нужно. Конечно, конечно. А все остальное я сделаю сам. Вы знаете, последний месяц, вот февраль-март, мы с женой, даже когда она говорит, поехали в какое-нибудь дорогое место, я говорю, поехали на заправку, поедим. Потому что более дорогого места в Киеве просто не найти. Хорошая штука. Это второй анекдот. Давайте сделаем так, давайте с вами продолжим разговор после того, как увидим сюжет. Я напомню еще раз, специальное расследование нашей программы. Мой коллега Сергей Кудимов проводил его всю неделю, обратился к, наверняка, самому, скажу точно, без преувеличения, к самым лучшим экспертам в Украине. И вот прямо сейчас мы узнаем результаты нашего специального расследования. Какой бензин-подделка и как спасти свою машину от аферистов. Внутри страны процветают коррупционные схемы времен Януковича. Одна из них – торговля, мягко говоря, некачественным бензином. Мы проверим, чем разбавляют топливо на самых популярных отечественных АЗС. Пробы будем брать вот в эти канистры. Так, мы сейчас находимся где? Недалеко от одной из заправок? Да, недалеко. Вот здесь вот по минуте езды как раз заправочка будет. Окей, вы тогда подъезжаете туда, становитесь возле магазина, и после того, как будете готовы, ты мне сигнализируешь, перезвонишь, и после этого подъезжаю уже я. Хорошо. Хорошо? Поехали. Паша, вы готовы? Да, готовы. Алло, алло, вот как раз звонят. Да, вы на месте? Сережа, подъезжай, мы на месте. На первую колонку подъезжай. Окей, выезжай. 95. Итак, наша первая попытка увенчалась успехом. Мы заправили только что канистру 95-м самым популярным бензином 3 литра. И мы не называем заправку, просто пометим ее циферкой 1. Так, ну мы готовы, или нужно подъехать на первую, или на вторую? Подъехать на первую, или на вторую. Хорошо. Да, сюда очередь. Наш последний образец номер 4. И мы сейчас идем в институт, в Киевский институт судебных экспертиз. Ты мне поможешь? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Перенесли вам образцы бензина 95-го. Куда ставить? Да. Сюда можно, да? Скажите, если в этом бензине окажутся нехарактерные примеси, вы это увидите? Обязательно. Как на рынок попадает контрафактный бензин? При Януковиче в стране процветала контрабанда. Вот только одна из схем. Так называемый оборванный транзит. Бензовозы по документам везут нефтепродукты, скажем, из Польши в Армению. На самом же деле топливо сливалось в Украине. Таким образом преступники экономили на уплате налогов и акцизов. Прибыль – миллиарды гривен. Это Килия – маленький и неприметный город в устье Дуная. Южная ворота для нефтяных контрабандистов. Вижу, что танкера небольшие. Проходят танкера, они выгружают здесь нефть, а потом разводятся здесь по району. Жители Килийского района, местный тут поселок СРЗ, нам рассказывают, что, как правило, считают, что это контрабандное приходит судно, потому что не видят, ну, скажем, никаких распознательных знаков. Суда без опознавательных знаков подходят вот к этому понтону в Камышах. Отсюда по трубе нефтепродукты перегоняют на нефтебазу. Увидев съемочную группу на причале, ее охрана не на шутку всполошилась. Здравствуйте, и что это за телевидение? А вы кто? Я охранник. Судно с топливом – не мышь. Без ведома пограничников вряд ли проскочат. Но на замке не только граница, но и рты ее стражей. Камеру выключите, что вы снимаете? Выключим, хорошо. Выключим. Расскажите, что это за понтон? Вы пограничник? Я не знаю, что за понтон. Опрошенные нами эксперты утверждают, за последний год контрабанды стало меньше в разы. Но контрафактный бензин на рынке никуда не делся. Если взять, сколько поставили на рынок импортеры и производители, и сравнить это с тем, сколько потребили, то получится, что у нас в прошлом году порядка 20% бензина взялось из ниоткуда. Бензин из ниоткуда на самом деле кустарного производства. Много есть способов, но я не намерен их тут в прямом эфире рассказывать. Оно горит, но к бензину оно отношения никакого не имеет. Отдельные сети, которые смесивым топливом торгуются, добавление биоэтанова, проводили, скажем так, смешение топлива непосредственно в бензовозах, которые доставляли топливо на автозаправочные станции. Бензин обычно разводят на нефтебазах. Мы проследили за одной из них. Разумеется, скрытно. Наш бензовоз заправили на одной из нефтебаз под Киевом. Мы сейчас следуем за ним, увидим, где он сольет бензин. И если это будет АЗС, мы возьмем там пробу топлива. Некачественное топливо медленно, но верно убивает автомобиль. Первым, кто вступает в борьбу с плохим топливом, сетки бензонасоса. Дальше по ходу действия топливные фильтры. Далее это уже форсунки. Есть еще топливный бак, есть еще трубопроводы. Есть еще камеры сгорания. А вот и результаты экспертизы бензина. К пробам номер 1, 2 и 5 у экспертов вопросов нет. А вот в 3 и 4 оказалась высокая концентрация смол. Повышенное содержание смол, оно может привести к тоже преждевременному выходу из строя двигателя за счет отложений смол. Проба номер 3 единственная не прошла тест на детонационную стойкость. 95-й оказался скорее 92-м. На высоких оборотах, то есть на повышенных скоростях, может двигатель прийти, как называют автолюбители, в разнос. Начнет стучать и может даже в процессе езды произойти авария. Поймать мошенников за руку практически невозможно. Контролер обязан уведомить АЗС о своем визите за 10 суток. К тому же Кабмин вел мораторий на проверку бизнеса. Хотя при желании вывезти грязных игроков на чистую воду вполне реально. Поднимаем, где железнодорожные накладные, да, везут компоненты топлива моторного, присадки и так далее, и так далее. Кто везет? Когда-то обычный трейдер везет на свою нефтебазу, и потом каким-то чудесным образом у него с этой нефтебазы выходит не компонент топлива, да, а бензин. А еще нужно менять технические условия, ведь нынешние требования к качеству бензина вполне легально позволяют добавлять в топлива компоненты, которые съедают автомобиль изнутри. Сергей Кудимов, Марьян Буряков, Андрей Анастасов, Павел Лысенко, Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну, вот такая ситуация. У нас буквально есть несколько минут, чтобы даже не столько прокомментировать. Давайте их на очень полезное и правильное дело потратим. А какие вот очень простые советы? Вы можете дать, кто смотрит? Я думаю, советов не должно быть много. Первый совет – это не быть лохом и не искать дешевый бензин. Дешевый бензин бывает только в мышеловках, да, так же, как и дешевый сыр. То есть бензин не может стоить дешевле, да, то есть если это дешевле, значит это демпинг, если это демпинг, значит это монополист на рынке, а если монополист, то он как хочет, так и ворочит, да. Второе правило – это никогда не дободяживать самому бензин. Еду на последних литрах 95-го заправленного на Воге, заскочу на Лукою, дамажу. 100% разные присадки, 100% выпадет в лохмотьях в баке, да, то есть особенно если в баке мало бензина. А многие просто не задумываются, едут по красе и едут, там чуть-чуть осталось 5 литров, еще 10 залили, где угодно. Они вообще не думают, зачем думают, да, машина не должна мыслить, машина должна ехать, да, и в ситуации, когда ты в поле, ты, конечно, вот выехать до 5 литров, да, тогда уже можно плеснуть чужого бензина. Ты таким образом минимизируешь свои риски. Ну и второе – собирать чеки, да, и в случае чего судиться. Я уверен, что после громких судебных процессов, которые рано или поздно послужат прецедентом, да, мы сможем этот лед тронуть. Или он нас. Вариантов нет. Спасибо большое, что были в студии. А нашим зрителям я напомню, что во второй части программы будет специальное расследование программы, посвященное... Да-да, посвященное медицинской афере, грандиозной медицинской афере, от которой пострадали уже сотни украинцев. Более того, смертельно больных украинцев. Поговорим об этом, когда вернемся после короткой рекламы, уже через 11 минут. Валентина Орехова с дочерью едет к пожилым родителям в Луганск. Не виделись уже давно. С сестрами они оказались по ту сторону фронта почти год. Мечтаю также, чтобы остановили движение в сторону Старобельска и в другие стороны, чтобы можно было общаться, ездить беспрепятственно. Все-таки родственники есть родственники. И границы для родственников не должны быть. Электричка ползет зеленой змейкой среди разрушенных поселков. Особо не разгонишься. Остановок много. Остановка в Янакиево дольше, чем в других городах. Дальше электропоезд не едет. Из-за обрыва контактной сети. Вот ждем тепловоз. Через 20 минут вагончики трогаются. Следующий перрон, Валентина, узнает сразу. Становится понятно, почему состав теперь тянет тепловоз. Вокзал разбит, провода висят, рельсы чудом уцелели. То, что создавалось годами, разрушили в один миг, очень страшно. Само слово война страшно. Люди прилинули к окнам. Ужас. Не могу. Эмоции переполняют. Ужас как. Это Дебальцево. Ключевой железнодорожный узел на Донбассе. Именно за него шли ожесточенные бои. С возобновлением этого маршрута у нас появилась работа. Согревает уже душу. Миновали еще не восстановленную до конца зону ожесточенных боев. Теперь электричка пойдет быстрее. До Луганска еще час. В вагонах царит радостное оживление. Пассажиры готовятся к встрече с родными. Это мой братик. А сколько ты его не видела? Много, скажешь. Да, много я его не видела. Соскучилась? Да. Это город моей юности. Валентину и ее дочь на вокзале встречают муж сестры. Инвалид, безработный и без пособия. Он живет на грани. Ему привезли продукты. Смущается, но берет. В Луганск нас встречают не очень гостеприимно. Проливной дождь. Но вот человеческие эмоции, они превыше всего. Бабушка ждала. Каждый день. 85-летняя Екатерина Ефимовна верила. Они еще встретятся. Мамочка. Ой, как холодная. Терепарки, ты как холодная. Трудненько. И прямо сейчас за линией фронта работает наш корреспондент Андрей Лащ. Андрей, какова сейчас обстановка? Какая ситуация у вас? Да, Дима, сейчас я нахожусь на центральной площади Донецка. Несмотря на то, что это воскресенье, воскресный вечер, людей здесь мало. Это сразу бросается в глаза. Через два часа улицы совсем опустеют. Дочнется комендантский час. Сегодня мы много общались с местными жителями. Конечно, проблем очень много. Донецка выехать из Донецка, чтобы повидать родных, получить пенсии, купить. Что-то очень сложно, пропуск очень трудно получить. А еще перебои с продуктами. Некоторых товаров вообще нет. Привычные йогурты, сырки, даже бутылированная вода стали редкостью. А, например, молоко и яйца подражали в несколько раз по сравнению даже с Киевом. Прилавки в магазинах полупустые. А вот коммунальные службы, кстати, работают в обычном режиме. Удивительно. Линия фронта близко, а здесь сажают цветы. Еще до боестолкновения Донецк называли городом роз. И вот, наверное, самая главная проблема. У людей просто нет денег. О пенсиях и социальных выплатах здесь уже забыли. Их не получали 8 месяцев. Но не теряют надежду, что деньги начнут выплачивать. Факт. Но здесь верят в возможность мира даже те, кто более других пострадал в огне войны. Студия. Спасибо, Андрей. Ну, я не знаю, видят ли нас сейчас в Донецке или только ты с нами на связи. Но для жителей Востока как раз есть у нас важная новость. Новость этой недели. Громкий судебный процесс. На днях появилось решение Киевского апелляционного административного суда. Ну, я объясню, в чем дело. Пенсионеры из Луганска и Донецка подали в суд на правительство, требуя отменить решение Кабмина, согласно которому жителям Донбасса перестали платить пенсии. Ну, силы, конечно, не равны. Тем не менее, удивительно. Но суд первой инстанции старики выиграли. Ну, а на днях выиграна и апелляция. Кабмин выполнять решение суда не хочет. Намерен обжаловать. Намерен судиться дальше. Юристов, чтобы обратиться в суд, людям бесплатно предоставил оппозиционный блок. Его лидер Юрий Бойк с нами на связи. Вечер добрый. Добрый вечер. Скажите, ну вот это одна из самых обсуждаемых новостей недели. Решение апелляционного суда им подтверждено. Предыдущее решение о том, что людям, которые живут на Донбассе, нужно выплачивать пенсии. Но Кабмин, насколько я понимаю, опять будет судиться. Значит ли это, что до этого момента людям не будут платить? На самом деле, один из пунктов Минских соглашений как раз и гласит о том, что необходимо возобновить все социальные выплаты на территориях, которые попали под закон об особом статусе. Это как раз территория, о которых мы говорим. Поэтому удивительно, конечно, слышать из уст ряда чиновников, в том числе министерского ранга, о том, что будет дальше обжаловаться решение суда. И сегодня правительство обязано по этому решению возобновить выплаты пенсии людям, которые заработали эти пенсии в Украине. И должна Украина выплачивать этим людям пенсии для того, чтобы они могли возможность жить. Юрий Анатольевич, я вас правильно понял, что Минюст будет всячески затягивать? Мы видим, что идет попытка давления на суды со стороны чиновников Министерства юстиции, которые даже пытаются угрожать отправкой судей на фронт и не собираются выполнять это решение. Поэтому мы считаем, что эти попытки, они абсолютно враждебны для общества, они не соответствуют духу Минских соглашений и не способствуют мирному урегулированию военного конфликта на территории Востока Украины. А самое главное, они способствуют дальнейшему развитию той гуманитарной катастрофы, которая там уже, к сожалению, есть. А что по поводу происходящего сами люди говорят? Я знаю, что вы на этой неделе много ездили по Украине, в том числе и на Востоке страны были. Вот что вам говорили люди? Мы действительно были и на Востоке, и в центре Украины. И если взять по приоритетам, то на первое место, конечно, люди ставят вопрос завершения воинского конфликта. Очень тяжело разговаривать с пенсионерами, глядя в глаза пенсионеров, которых выбросили из жизни решением о том, что нельзя индексировать пенсии. Это решение было принято, когда принимался бюджет. И практически человек, получающий пенсию в полторы тысячи гривен, с сегодняшними ценами, он считает, что, можно считать, что его выбросили за грань нищеты. Тяжело беседовать с ветеранами Великой Отечественной войны. Я был в Одессе в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны. И общался с ними. Они не понимают, почему с ними так обошлись. Они не понимают, почему лишили их бесплатных лекарств. Почему их лишили льгот по коммунальной сфере. Их осталось по всей стране не так много. И то, что с ними сделали, для бюджета это экономия никчемная. А для них это вся жизнь. Юрий Анатольевич, ну давайте откровенно. Вы же народный депутат, у вас целая фракция в парламенте. Вы можете что-то сделать, чтобы изменить ситуацию? Ну вот список тех законопроектов мне распечатали, которые на следующей неделе будут рассматриваться. Мы рассчитываем, первое, что мы, учитывая, что власть не торопится выполнять минские соглашения, мы инициировали этот процесс и подали 10 законов, проекта законов в развитии договоренности, достигнутых в Минске. С тем, чтобы законодательно закрепить эти договоренности. Они все соответствуют пунктам минских соглашений. Второе, это пакет социальных законов. Основной из них я бы выделил закон, который фиксирует торговую надбавку на продукты первой необходимости и не допускает выше 15% торговой наценки. То есть он отсекает спекулятивную составляющую, которая сегодня, к сожалению, присутствует во многих случаях при продаже и хлеба, и сахара, и бензина, всех товаров, которые очень важны для людей. Ну а коллеги вас поддержат? Вы ведь наверняка с ними неформально тоже общаетесь. Будет поддержка не только в вашей фракции? Я вообще не понимаю, о чем они думают, честно говоря. Поскольку очень много мажоритарщиков, что они будут говорить своим людям, я беру провластные фракции, которые сегодня объединились в калицию войны, как мы ее называем, что они вообще будут говорить на своих мажоритарных округах людям? Чем они будут это объяснять? Ведь люди не понимают, почему стали эти драконовские цены, тарифы. А что касается понимания других фракций, то мы видим, что в риторике сегодняшней вот некоторые представители и руководители фракций, объединившиеся в коалицию, уже прозрели и, в принципе, они, по-моему, созрели уже перейти в оппозицию. Поэтому мне кажется, что приходит понимание ко многим, в том числе членам правладных фракций, о том, что так дальше жить нельзя, и они просто вот этими решениями, они уничтожают свой народ. Ну, знаете что, давайте вторника дождемся. Во вторник будут ваши секундопроекты рассматривать, да? Давайте ждать вторника и посмотрим, поддержит ли их Верховная Рада. И дальше сменим тему. Мы расскажем о грандиозной медицинской афере, афере международной. Ну, представьте, несколько слов статистики, статистики важные. Украина на втором месте в Европе по темпам распространения рака. Еще одна страшная цифра. Каждый второй, вот задумайтесь, каждый второй украинец умирает от онкологических заболеваний. Этот показатель в 10 раз выше, чем в развитых странах. И когда людям ставят этот страшный диагноз, онкология, рак, родные готовы потратить любые деньги, лишь бы спасти. И вот тут-то и появляются некие зарубежные благотворители. По этой схеме обманули сотни украинцев. Им обещают международный полис, по которому можно осуществить лечение в одной из лучших клиник Венгрии. Люди верят, едут, а потом их на каждом шагу обманывают, выманывают деньги и в итоге отказывают в лечении. Пожалуйста, посмотрите сейчас расследование Романа Бочкалы и расскажите о нем тем, кому это сможет помочь или жизнь спасти. Диагноз острый миелоидный лейкоз, рак крови, звучал почти приговором. Мы меняли там больницы. Вначале были больные. В одной, во второй. Было две химии сделано без ремиссии. Теми дозами ничего не получилось. Всегда улыбчивый Роланд и его жена Инна не теряли веры, но лечение в Украине не помогало. Стало ясно, нужна зарубежная клиника. Начали что искать, Израиль не получился, дорога. А потом появились эти граждане. Лечение в Венгрии стало надеждой на спасение. Соломинкой, за которую родственники пациента ухватились, как за последний шанс. На Инну вышел благотворительный фонд с весьма обещающим названием «Здоровье без границ». И начали писать. Ну, конечно, мы согласились. А куда деваться, потому что большого выбора не было. Фонд обещал покрыть все расходы, но с оговоркой. Первый этап лечения за собственный счет. Вы начнете, мы подтянемся. Видно, так подавалось. То есть, если будут там проблемы или закончатся деньги, то мы поможем. А вы пока тоже собирайте. Вот в этом медицинском учреждении проходил лечение Роланд Чанишвили. Это госпиталь Святого Ласла. Там дальше находится отделение химиотерапии, куда мы и идем. Медсестры и санитарки не сразу, но вспоминают украинского пациента. Приводили какие-то женщины, они говорили на венгерском и представлялись переводчицами. Время шло, с оплатой фонд не торопился. Но раз за разом требовал деньги. Сначала 7 тысяч евро, потом 11. В сумме около 40. Якобы за оплату медицинских услуг. Но на самом деле лечение оплачивалось по страховке. Вот только Роланд и Инна об этом даже не догадывались. Мы не имеем права разглашать историю болезни, но я могу подтвердить, Роланд лечился за счет страховки. Это офис венгерской национальной страховой компании. Мошенники, оформив пациенту фиктивное право временного проживания и прописку, обратились сюда за получением страхового полиса. Он положен любому, кто имеет право на жительство Венгрии. Именно за счет этого полиса, то есть за счет венгерских налогоплательщиков, Роланд Ченишвили получал медицинское обслуживание в Будапеште. Вот полис Роланда, показывает юрист Ева Кашаи. Она помогает Инне восстановить справедливость. Такую бумагу я могу за 5 минут сделать. Конечно. Да, вы тоже это сказали. У меня в голове не укладывается высасывать деньги из больных раком. Это не люди. Анализы крови становились все хуже, но Роланд продолжал бороться за жизнь. Когда мошенники поняли, денег у него не осталось, сразу исчезли. Люди способны обманным путем такие большие деньги регулярно заманивать. Йозеф, еще один венгерский юрист, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу. Все документы, выписанные на имя Роланда, фальшивые. Прописка фиктивная. На основании этой прописки, опять-таки, их человек выдает в Мишкальце эти разрешения на право ваше. На самом деле, ничем не подкрепленные. Затраты минимальные, прибыли колоссальные. Они могут общей сложности найти коррупционные дела, ну, 200 тысяч хоринтов, меньше тысячи баксов потратить. А с клиентов десятками тысячами регулярно получают в евро суммы, за которые они якобы лечат человека. Все, кто на начальном этапе звонили и писали от имени фонда, как выяснилось, живут в Ужгороде. Именно здесь Роланду оформляли венгерскую визу, вот в этом офисе. Фирма легальная, занимается медицинским туризмом. Сотрудница сначала отрицает, что знает Роланда. Показываем переписку с ним. Крыть нечем. Дальше мы стали искать тех, кто представлялся от имени благотворительного фонда в Венгрии. Этот мужчина встречал Инну и Роланда в Будапеште и отвозил в клинику. А этой девушке передавались деньги. Я не припоминаю, но чем могу помочь? Встречаться отказываются, разговоры сворачивают. Я уже там не работаю. Хорошо, а скажите тогда, пожалуйста, суммы, которые она оплачивала наличными, куда они шли эти суммы? А это я вам не могу сказать, потому что я только переводчик. Поиски благотворительного фонда «Здоровье без границ», от имени которого действуют мошенники, привели нас в Лондон. Согласно документам, фонд зарегистрирован на этой улице, в северной части британской столицы. Мы ищем компанию. Это благотворительный фонд, зарегистрированный по этому адресу. Это там, рядом с церковью. А вот и нужный нам адрес. На пороге встречаем сотрудницу. Мы просто агентство. Мы предлагаем сервис по регистрации офисов. Не думай, что эта компания зарегистрирована здесь. Благотворительным фондом здесь и не пахнет. Здесь зарегистрированы сотни компаний. Мы предоставляем только юридический адрес и переправляем корреспонденцию, которая приходит на имя клиентов. По сути, это офшор. Найти истинное местонахождение хозяев фонда практически невозможно. По мнению Йозефа, это организованная международная преступная группа. Не просто ли попасть? И запросто. Человек, который в беде, не будет логично ни в чем разбираться. Он улыбался до самого последнего дня. Но в марте Роланда не стало. Страховка была оформлена всего на полгода. Видимо, в расчете на то, что пациент умрет раньше ее истечения. Но Роланд прожил еще почти столько же. И, возможно, был бы жив до сих пор, если бы собранные деньги шли на лечение. Инна понимает, супруга не вернуть. Да и деньги, скорее всего, тоже. Все, чего она добивается – остановить преступников. Ведь в клинике она познакомилась с десятками подобных застрахованных пациентов из Украины. Они все время говорили, что у нас еще один больной в другой больнице. Еще там кто-то куда-то мне идти вдруг в больницу. Не все факты, ставшие нам известными, сейчас можно оглашать, чтобы мошенники не замели следы. Но совершенно очевидно, можно сказать одно – заработок на человеческом горе поставлен на широкую ногу. Сотни смертей в обмен на сотни тысяч евро и долларов. Роман Бачкала, Марина Коваль, Оксана Кундеренко, София Гордиенко, Вадим Свиридонов и Ирина Дьяченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Пожалуйста, расскажите об этом сюжете, о том, что вы сейчас узнали вашим знакомым. Может быть, кто-то попал в такую же ситуацию или может попасть. Ну вот, буквально, когда этот сюжет готовился к эфиру, мы выяснили, что даже наши коллеги, люди, связанные с телевидением, к сожалению, тоже стали жертвами именно этой аферы. И сейчас у нас в студии Олег Мусий, человек, возглавлявший Министерство здравоохранения Украины с февраля по декабрь 2014 года. Вечер добрый. Доброго вечера. Сейчас у нас есть глава парламентского комитета по охране здоровья. Ну, и еще я глядачам нагадаю, для меня это очень приятный момент, потому что мы встречались тогда на Майдане, в доме профспилок. Наш гест – это руководитель медической службы Майдана. Пане Олеже, скажите мне, очень тяжкий сюжет, я как-то так в эмоциях его подивился. Как людям не стать жертвами таких медицинских афер? Как людям не втратить деньги и, главное, не втратить жизнь любого человека? Знания. Первое, все знания будут рятовать людей от подобных аферистов, которые, безумно, будут промышлять на горле людськом и на онкологических заболеваниях. Перш за все, европейское законодательство регулюет, насправді, надание медической помощи граждан из-за кордона. И для того, таким самым главным документом для надания медической помощи – это угода между пациентом и самою клиникою. И некоторые европейские страны, при наявности благодейного фонда, они еще просят третью сторону, как платник только послуги. До тех пор, пока вы не будете мать контракту, подписанного с конкретной клиникой, с переликом конкретных послуг, и с тем, кто будет платник, при том, платник не так готівкой, как люди, насправді, виманюют деньги, а потом эта готівка пропадает, то, я думаю, что не нужно купаться на любые пропозиции, любые фонды. Это часто увече, и они даже не думают про эти паперы, они хотят врятовать. Ну, оцим же ж користуются вселякого рода аферисти, и на людскому горі наживаются. Тому треба дуже прискипливо, тем более, что это, как правило, мова идет про величезные суммы, коштев, там, навіть про сотни тысяч долларов, и тому треба дуже обережно подходить до этого вопроса. Окрим того, в Украине существует такая асоциация международного туризма, которая частково может допомогти, можно в интернеті найти их. Это общественная организация, их координаты, и, скажем, известность этого благодейного фонда, который предлагает, который должен быть прозорый, должен быть в интернете их сторона. Все деньги, которые до него подходят, и все деньги, куда они потратят, и те деньги, которые они потратят на административные собственные услуги, должны быть на этой веб-сторонке. Пане Олеже, скажите мне, я вас запитаю просто щиро, как лекаря, в первую очередь. Если есть какая-то очень важная хвороба у человека, то следует ехать за кордон? Или можно вернуться к украинским лекарям? Потому что за часы Януковича появилась недоверка к украинской медической системе в целом. Она появилась не только за часами Януковича, а она поселилась. Вы правы, так. Поэтому до тех пор, пока мы не изменим систему охраны здоровья, не построим новую европейскую зразку за чуткими прозорими правилами, до тех пор будет происходить неэффективное надание медической помощи и невдоволенность людей наданием помощи. Это годы могут пройти? Я думаю, ну так, это пройдуть 3-5 лет. Для этого сейчас мы в комитете с питанием охраны здоровья, буквально через 2 дней в середу, будем слушать министра охраны здоровья нового с обещанными изменениями в системе охраны здоровья. Я надеюсь, что за 4 месяца уже Министерство уже напрацювало соответствующие законопроекты, где будет включена такая возможность неэффективного или не надания медической помощи людям. Это очень важный момент, очень социально значительный. И под этим контролем находится комитет с питанием охраны здоровья. Есть достаточно количество депутатов, которые... Ну и я в том числе, как человек, которая разработала концепцию и построена новой системы охраны здоровья для Украины, думаю, мы будем строить эту систему тут, в Украине, чтобы люди... Ну, потому что за кордоном лекуются только 1% людей, а 99% наших людей не могут получать адекватную помощь в Украине. И мы в Украине, прежде всего, должны построить достойную систему охраны здоровья. А вы могли бы перелечить буквально 1, 2, 3, 4, 5? Что, на вашу думку, нужно изменять в Украине? Мы там, знаете, у нас величезный запит на изменения, величезный запит на реформы. Весь рік минулий был, ну, скуда, он загубленный был. Что бы вы изменили, 1, 2, 3, 4, 5, в системе охраны здоровья? Найголовнейшая система управления, на сегодня только Министерство управляет системой, мают управлять профессионалы, лекарь, медсестры, фармацевти, которые работают в системе, разом с рынковыми структурами, с закладами охраны здоровья. И это мое быть співуправление этой системой. Это передача очень многих повноважений на место. Это, что уже сделано, например, передача международным организациям закупки леков. Чтобы не было этих отказов. Безусловно, чтобы обеспечить Министерство от невластевых функций и снизить коррупционную складовую. Это обязательный переход на общественное государственное социальное медическое страхование, про которое мы уже очень долго говорим. Это абсолютно иншая философия для подготовки кадров, ведения резидентуры. Это ведение лекарского самоврядувания, когда лекари несут ответственность за качество медицинских услуг. С другой стороны, они имеют дополнительное повноважение. Это основные факторы. Страховая или не страховая? Страховая, однозначно. Я ехаленникам страховой медицины. Так, и саме в Украине. Потому что для того, чтобы строить адекватную систему саме при минимальных заработных платах, при минимальных доходах, мы не можем перейти сразу на британскую модель или на американскую модель. Знаете, мы про британскую и американскую модель просто сейчас маем поговорить. Я вам очень благодарен, что пришли. И у меня до вас просто прохание. Когда прийду до вас, министр, на заседание комитета, если можно, скажите ему, ну просто хай министерство там десь подивится на эти истории. Бо людей очень-очень шкода. И это люди, которые втрачают не только деньги, Бог с ними с грошема. Но они родных втрачают. Спасибо вам. Я на это обязательно обратил внимание, особенно после такого сюжета, который я сегодня видел тут у вас в студии. Спасибо, что пришли. Рады бы видеть. До свидания. Ну и в продолжении нашего разговора очень показательный рейтинг. Рейтинг стран по эффективности системы здравоохранения. Этот рейтинг каждый год составляет авторитетное международное агентство Bloomberg. Вы видите его на ваших экранах. И вот в прошлом году лидером оказался Сингапур. Кстати, именно на это государство ориентируются многие наши реформаторы. Пока, правда, только на словах. Но вот на втором месте Гонконг, далее третье Италия, Украину. Украину даже в список не снесли, не внесли. 51 место у России, наша страна еще ниже. В этом перечне есть и Америка с Великобританией. Мы попросили наших корреспондентов, которые работают в Вашингтоне и Лондоне, сравнить. Сравнить системы здравоохранения двух стран. В Соединенных Штатах тратят на здравоохранение больше всех в мире. Свыше 2 триллионов долларов ежегодно. Это, между прочим, в 100 раз больше, чем весь государственный бюджет Украины. Но обязательно нужно купить страховку. Без нее помощь, конечно, окажут, но только лишь в экстренном случае. В Британии, в принципе, не принято страховать здоровье. Ведь любое лечение абсолютно бесплатное для любого гражданина, который платит налоги. Правда, в государственных больницах придется постоять в очередях. Но если не хочешь, есть частные с заоблачными ценами. Тут медицины, на самом деле, тоже не из дешевых. Так было раньше. Но сейчас цены стали более гибкие. Да и сами услуги тоже очень разные. Ведь появился Обама Кер. Это слово уже прочно вошло в речь всех американцев. Доступная система страхования, которая, ну, просто совершила революцию в системе здравоохранения США. Лечение бедных теперь фактически легло на плечи преуспевающих граждан. Получается социализм. Но, правда, все равно по-американски. Американцы гордо называют себя здоровой нацией. Но на самом деле, раньше все лечились как попало. Есть деньги, идешь к врачу. А если 100 долларов за прием для тебя неподъемная сумма, просто забрасываешься таблетками из соседней аптеки. Ну, или вызываешь скорую. Она хотя бы боль снимет. Те, кто не мог позволить себе страховку, было как минимум 16 миллионов. Все изменилось при Обаме. Пять лет назад он запустил Обама Кеер. В теории все просто. Самый дешевый план. Платишь около 100 долларов в месяц, еще 10 долларов платит за тебя работодатель. И лечись, но, правда, только по основным направлениям. Узкоспециализированные врачи уже за большие деньги. Еще один плюс новой системы здравоохранения это то, что все, наконец, стало электронным. Вот есть iPad. Буквально на ходу можно зарегистрироваться на сайте, оплатить страховку по карточке, и все, ты уже в системе. Никаких медкарт, никаких бумаг. Но, правда, большую часть лекарств во время лечения в больнице все равно надо оплачивать из своего кармана. Неприятный момент. Обама Кеер – это обязательная страховка. Ну, как автогражданка в Украине. Если медицинского полиса нет, тоже оштрафуют. Придется выложить 100 долларов с человека, 300 семьи. А еще прибавилось забот врачам. Ведь по страховке можно ходить в любую клинику. Так что одни клиники теперь пустуют, а в других, наоборот, ажиотаж. А какое лечение, когда у врача конвейер из пациентов? Но сами медики не жалуются, мол, реформа действительно позволяет спасать жизни. А ведь это и есть самое главное. 50 тысяч людей вполне возможно выжили из-за того, что им была предоставлена помощь. То есть это значимая цифра вообще за три года. Самое главное, что это позволяет людям делать, это, в принципе, их приводит в офис к доктору. В Америке до сих пор не все принимают эту реформу. Но, по крайней мере, тут понятно, чего добивается президент, какой курс отстаивает. И как Барак Обама представляет результаты своей реформы для каждого американца, даже через 10-20 лет, когда он давно уже не будет в Белом доме. Страховую медицину обещает внедрить и украинское правительство. Но пока ни конкретных сроков, ни понимания, на кого будем равняться. Технология, оставшаяся еще с советских времен, устаревает. Есть целый ряд болезней, которые в стране вообще не лечат. И это при том, что суммы, которые выделяются на медицину, мизерными назвать сложно. В этом году это 57 миллиардов гривен. Но эффективности этих вложений мы особо не замечаем. Будь то лечение ангиной или, не дай бог, что-нибудь серьезнее, например, удаление аппендицита. Изменить ситуацию можно, но реформы должны быть комплексными и охватывать всю страну, говорят, в агентстве модернизации Украины. Его создание инициировала Федерация работодателей Украины. Я думаю, что в первую очередь нам надо сделать все для того, чтобы у нас была здоровая нация. И я считаю, что мы должны максимально создать все возможности доступа медицины. И самое важное, чтобы люди не чувствовали разницы между селом и между городом, между районом и центром, или областью, или Киевом. То есть нам надо максимально сделать такие условия. Каждый, где бы он не жил, он бы практически получал, скажем, медицинскую, образование, работу, досуг, спорт. Все должен получать. Тем более, что выдумывать велосипед уже не придется. Существует десятки примеров, как лечить людей качественно. Стоит только взять самые лучшие из западных систем здравоохранения. Ведь в каждой стране свои достоинства и недостатки. А вот над чем в Украине можно начинать работу уже сейчас, это над человеческим отношением. Взять на вооружение европейскую улыбчивость и сопереживание. Чего перенимать не нужно, расскажет моя коллега в Лондоне. В Великобритании поход к врачу бесконечная бюрократия. Напрямую попасть к профильному специалисту, скажем, гастроэнтерологу, невозможно. Нужно вначале дождаться приема у терапевта. Он выпишет направление и только с ним к нужному доктору. И там, и там очереди. В чем можно быть уверенным, так это в неотложной помощи. Неважно в загруженном ли Лондоне или в крошечной деревне, кареты скорой доберутся до пациента. И парамедики никогда не скажут, у нас нет нужного лекарства и не потребует вознаграждения за терпеливое отношение к пациентам. Запастись терпением стоит, если идешь в государственные клиники. Они бесплатные, никаких страховок не нужно. Но денег из госбюджета явно не хватает. Нация стареет, количество пациентов растет. Онкобольные, к примеру, ждут анализов месяцами. Не хватает оборудования, приходится работать сверхурочно. Проблем так много, что у медработников терпение, похоже, закончилось. Впервые за 20 лет врачи устроили забастовку и вышли на улицы с требованием поднять зарплаты. Премьер себе зарплату подымет, а нам нет, мы не выдерживаем. Не можем себе позволить снимать жилье в Лондоне с такими низкими доходами. Бесплатная медицина, столб британского общества, которым раньше гордились, сейчас сильно отстает от других куда менее благополучных европейских стран. Через месяц выборы в парламент, и те из политиков, кто предложит лучший план по ее спасению, получат больше кресел. Лондон и Вашингтон словно два полюса. Там государственная, там страховая медицина. Ни одна не безупречна. В обеих странах проблемы накапливались годами. И сегодня тема номер один. А в Украине медицина всегда где-то на заднем плане. И тем более сейчас, когда в стране неспокойная ситуация. Но западный опыт показывает, заняться реформами стоит не откладывая. Пока, казалось бы, мелкая проблема не стала вызовом для всего государства. Оксана Кундеренко, Дмитрий Еловский, Сергей Дубинин и Юрий Романюк. Подробности недели телеканал Интер. Ну и далее сменим тему, вернемся к политике. Еще одна новость этой недели, которая наделала много шума в прессе. Парламентская фракция оппозиционного блока, с лидером которой, Юрием Бойко, мы буквально только что общались в прямом эфире, на этой неделе создала оппозиционный кабмин. Ну, теневое правительство, европейская практика, когда оппозиция контролирует действующих министров. Интересно, как в Украине будет. Чем намерено заниматься оппозиционное правительство? Спросим у человека, который его и возглавил, Борис Колесников, на связи со студией. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а зачем Украине еще одно правительство, на сей раз оппозиционное? Ну, есть мировой опыт. Прежде всего, это публичная площадка, которая должна принести пользу нашей стране. Мы даем рецепты по выходу, по ответу на тот или иной вызов, который стоит перед Украиной сегодня. Это основная цель. Вывести Украину из кризиса. А воспользоваться властью или нет, это уже проблема власти. Подождите, подождите. Но для вас разве не проблема, что коалиция не хочет голосовать за те законопроекты, которые предлагает оппозиция? Не случится ли так, что вот все, что вы наработаете, коллеги просто голосовать за это не захотят? Нам, по большому счету, важен результат. Поэтому они могут взять не наш законопроект, переписать, как обычно делается ими. И важно, чтобы они его приняли. А что должны принять? Назовите ваши приоритеты. Вот три очень конкретных пункта вы могли бы сейчас просто назвать? Первое – это мир. Без мира не будет никакой стабильности. Мир решает как минимум две проблемы. Самое главное из них – это перестают гимнуть люди. Как мирные жители Юго-Востока, так и военнослужащие Украинских Вооруженных Сил. Это самое главное. Запускаем Донбасс, который приносит. Люди получают зарплату, люди получают пенсии. Украина получает налоги. И экспортную валютную выручку, что стабилизирует курс гривны очень быстро. Запустили Донбасс. Конституция – второй вызов. Это закрепление мирных инстинктивов. Это как бы краткосрочная задача. А самая главная задача – передать, подвинуть власть ближе к людям. Забрать у центра полномочия и отдать их всем регионам Украины. Если Донбассу что-то нужно ради мира сегодня, значит это нужно принять. Но это только один шаг. Все регионы нашей страны должны обладать равными полномочиями. И 75-80, если здесь применимы проценты, полномочий должно быть в районе, в селе, районе, городе, области. Ну, по поводу дезентрализации с вами вряд ли кто-то будет спорить. Проблема только в том, что дело – это не быстрая вот эта реформа. А в стране сейчас на самое насущное денег не хватает. На этот вызов у вас есть ответ? В самое ближайшее время нужно избавиться от лишних расходов на содержание власти. Это 60 миллиардов гривен. И передать эти деньги на социальные нужды. Это самое главное. В министерствах по тысяче человек и больше, в Минфин, Минэкономике. В администрациях областных по тысяче человек. В районах что они решают? Если их закрыть, поверьте, никто из украинцев в ближайшие 20 лет не заметит, что они закрылись. И открытые рынки. Открытые для всего мира. Квоты ЕС – все хотят уровня жизни. Но ЕС шел к этому уровню жизни, начиная с 1948-1949 года, где-то до середины 80-х, чтобы достичь этого уровня. Налоги были минимальные, рынок был общий рынок. В ответ на Совет экономической взрывопомощи соц. стран. И весь мир, и все рынки были открыты. Украина должна открыть свои рынки. И Запад, если хочет, и вообще мир хочет помочь Украине, не только Запад. Значит, должны быть рынки открыты. И Европейского Союза, и Таможенного Союза, и, главное, и Северной Америки, и Юго-Восточной Азии. Тогда Украина получит удочку. Тогда будет понятно, как отдавать долги и развивать нашу страну. Борис Викторович, ну я тогда простой вопрос задам, очень прямой. Вы же знаете, что в СМИ писали, после того, как было сообщено о создании оппозиционного правительства, что, мол, те, кто были уже при власти, пытаются реванш взять. На это вы что ответите? Что такое реванш? Если доллар 4 года по 8 гривен, это реванш, да, мы хотим такой реванш. Если зарплата в Киеве была 650 долларов, в рекурсе 8, в Донецкой области 550, и по Украине 450, да, мы хотим такой реванш. Но надо общество спросить, хотят они такой реванш в экономике или нет. Я думаю, ответ ясен. Ну что ж, спасибо за откровенные ответы. Борис Колесников был с нами на связи. Еще одна тема, идем далее. Остается месяц до 9 мая, и в этот день мир будет отмечать 70-летие окончания войны против Германии. В этом году, похоже, Запад и Восток встретят 9 мая отдельно друг от друга. Западные политики, кто заявляет об этом громко, кто, в общем-то, без лишних комментариев, без лишней огласки, отказываются от приглашения в Москву. Наш немецкий сапкорд Татьяна Лугунова сейчас на связи из Берлина. Дайте связь, пожалуйста. Тань, а кто уже в списке отказников? Дин, ты знаешь, мировые лидеры не особо горят желанием быть в Москве 9 мая. И список тех, кто отказался, я бы начала с Ангелы Меркель. Учитывая ответственность, которую Германия несет за развязывание Второй мировой, которую постоянно подчеркивает, отказ канцлера более чем показателен. Говорят, Меркель долго думала, ехать или нет, и все-таки решила отклонить приглашение. Это невозможно, сообщили в ведомстве канцлера и не скрывали причину. Агрессия России против Украины и аннексия Крыма. В Москву Меркель поедет днем позже, 10 мая, возложить венки к могиле неизвестного солдата. К примеру Меркель также последовали президенты Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Словении, Словакии, Болгарии, Молдовы, Израиля. Премьеры Норвегии, Японии, они тоже отказались. Не собирается в Москву, и американский лидер Барак Обама вряд ли приедет британский премьер Дэвид Кэмерон. У него как раз парламентские выборы. Елисейский дворец пока молчит. Впрочем, военный парад Путин не будет смотреть в гордом одиночестве. К нему присоединятся лидеры стран СНГ. Кроме того, в Москве ждут лидера Северной Кореи Ким Чен Ина и Китая Синьдзиньпина. А еще высоких гостей из Индии, Монголии, Вьетнама, Кубы и ЮАР. Окончательный список Кремль пообещала публиковать в конце апреля. Дима? Спасибо большое, Татьяна Огунова с нами на связи из Берлина. Ну и в продолжении темы, если не в Москве, а вот где отмечать эту юбилейную дату? Три бывших посла Соединенных Штатов в Украине, Джон Херпст, Стивен Пайфер и Уильям Тейлор, написали обращение к мировым лидерам, мол, поддержите Украину, приезжайте в Киев отмечать. С одним из авторов этого заявления мы поговорили незадолго до этого эфира. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Что вы хотите сказать этим заявлениям? Все просто. Война против нацистской Германии была битвой за свободу и справедливость. Поэтому мы не должны праздновать победу в стране, которая ведет войну против своего соседа. Мистер Путин развязал агрессию против Украины. Так что праздновать нужно в столице государства, на которое напали, а не в столице агрессора. А мистер Путин, к сожалению, агрессор. Люди ждут моральной поддержки, но не только. Вот доклад, который подписали восемь крупнейших американских экспертов. Вы один из них. Главный вывод. США должны обеспечить Украину оружием. Почему американская администрация настолько нерешительна? Мы должны остановить агрессию мистера Путина здесь, в Украине. Я не думаю, что президент США это понимает. Мне кажется, он близорук, не чувствует глубины проблемы. И поэтому до сих пор не решил вопрос о поставке оружия в Украину. Но в американском политикуме, в том же Конгрессе, отлично видят, что это касается жизненных интересов США. И я думаю, что в этом году в Вашингтоне будет принято решение о поставке оружия Украине. Но пока президент его не утвердил. Не кажется ли вам, что мы слишком медленно проводим реформы? Очень у многих здесь, в Украине, ощущение, что прошлый год прошел впустую. Что очень важные шаги не сделаны. Я думаю, что были ошибки как со стороны президента, так и со стороны премьер-министра. Они должны были начать реформы еще до минувших парламентских выборов. А потом сразу проводить преобразования, а не совершать политические маневры. И в этом году необходимо было осуществлять реформы, не дожидаясь давления МВФ. Но я повторю, есть причины, которые осложняют проведение реформ. Я понимаю это. Но иногда политики должны не бояться риска. И в позитивном смысле президенту и премьеру нужно было брать риск на себя, проводя реформы в Украине. Одна из самых обсуждаемых тем на этой неделе аресты. В частности, во время заседания Кабинета министров. Что вы думаете об этом? Это в определенном смысле показуха, просто шоу. Это не обязательно плохо, но нельзя сказать, что хорошо. Подобное происходит и в США. Когда окружные прокуроры узнают, что богатый бизнесмен сделал что-то плохое, они фотографируются с ним и надевают наручники, когда на самом деле в этом нет необходимости. Важно остановить коррупцию. И если это публичный арест или, например, дело Коломойского, реальная борьба с коррупцией, что ж, хорошо. Но мы пока не видели серьезных шагов против коррупции. Вам нужны реальные действия, а не шоу. Последний вопрос. Я прекрасно понимаю, что трудно давать прогнозы, но, по вашему мнению, нас ожидает стабильный мир или готовиться к очередному нападению? Каким вам видится ближайшее будущее страны? Целью Путина остается дестабилизация Украины, поэтому не стоит ждать длительного прекращения огня. Насколько я знаю, 75 военных погибли со времени перемирия 15 февраля. Это очень много в ситуации, когда огонь якобы прекратили. Путин по-прежнему намерен проводить военные операции для дестабилизации Украины. Он остановится только, если придется платить очень высокую цену за агрессию. Важно, что европейские лидеры несколько недель назад решили продлить санкции. Хорошо бы, чтобы они понимали, помогают Украине, чтобы защитить самих себя. Поставки оружия Киева могут уменьшить вероятность новой атаки России. Путин окажется перед сложным выбором. Или он прекратит агрессию в Украине, или у него возникнут серьезные, очень серьезные проблемы дома. Это тот выбор, который Запад должен навязать России. Спасибо большое вам за интервью. Джон Хербс, посол США в Украине с 2003 по 2006 годы. И давайте не забывать о том, что сегодня праздничный день, причем для прихожан самых разных конфессий. О мире в Украине молился сегодня даже Папа Римский. В традиционном послании городу и миру понтифик говорил о странах, которые страдают от военных конфликтов. На площади Святого Петра Папа Франциск провел торжественную мессу. Воскресенье Господне, принеси свет в любимую Украину. Особенно тем, кто пострадал от конфликтов последние месяцы. Помоги стране обрести мир и надежду благодаря усилиям всех заинтересованных сторон. И давайте еще одной позитивной новостью этот эфир закончим. 22-летняя украинка Мария Музычук победила в чемпионате мира по шахматам. Выиграла у россиянки Натальи Погониной. Решающая партия состоялась буквально сегодня вечером. Вот мне только что эту новость в студию принесли. Мария Музычук стала второй украинской чемпионом мира по шахматам среди женщин за все время независимости Украины. Это были подробности недели. Такими они были в эти 7 дней. Встретимся ровно через неделю. Спасибо, что смотрите. Счастливо. Спасибо.